В этот день запись в салон красоты «Марафет» была ограничена. Стилисты ожидали прибытия особенных детей и их мам. Для них сотрудники салона совершенно бесплатно творили чудеса, стригли, окрашивали, делали укладки. Мероприятие прошло в рамках стартовавшей в муниципалитете «Неделя доброты и щедрости» и проекта «Мамы особенных детей». Они делают наших мамочек намного краше, и деток подстригут, и будут наши деточки и мамы красивее к Новому году, потому что в обыденной жизни у них нет времени на это. Они все время ходят по больницам, занимаются дома. Инициатором акции, проводимой с 2017 года, выступает Координационный совет общественных объединений при поддержке органов местного самоуправления, общественной и торгово-промышленной палат Ленинского городского округа. Получить в подарок новый образ в салон пришли Ольга Варламова с мамой Мариной. Казалось бы, дело рутинное – подстричься и привести голову в порядок, но для них это целое событие и долгожданные минуты радости. Это всегда большой подарок для женщины, тем более вот у меня дочка, я сама женщина, мне очень хочется, чтобы мы были красивыми. А это прям огромный подарок для нас. Красота спасет мир? Естественно. В салоне можно довериться в руки мастера или креативить совместно. Марина Варламова пришла с картинкой желаемого образа, а дочка поставила стилисту конкретную задачу. На конкурс красоты подготовка. Отлично. Что сделаем? У нас такая замечательная модель, я думаю, что мы можем ей предложить обновить стрижечку и сделать очень красивые локоны. А Елена Толстокорова вообще впервые в жизни посещает салон сразу вместе с сыном. Обычно она все делает дома сама. Здесь же прекрасная атмосфера располагает в себе. Мой сын, он с аутизмом, он не везде может обслуживаться, но именно здесь, в этом салоне, он может сидеть спокойно и дает бриться. То есть именно в этом салоне он позволил себя брить. Равнодушных не осталось. Гости выходили похорошевшие. С счастливыми глазами на прощание всем участникам акции вручили памятные подарки. Делать добро просто и радостно. Надо просто приучать себя, потому что мы немножко имеем возможность, потому что деньги, конечно, мы зарабатываем, мы коммерция, и надо просто делиться частичкой себя, тогда всем будет жить лучше. Неделя доброты и щедрости продлится в муниципалитете до 8 декабря. Екатерина Коваленко, Александр Логинов, Сергей Ларин. Видное ТВ.